Доброе утро, друзья! Себя не показываю, показываю свой завтрак. Я периодически на что-то подсаживаюсь. Вот у меня сейчас период, когда я обожаю завтракать крекер, сливочное масло и какой-нибудь там джемик. Мой любимый это клубничный или абрикос. Ну и, конечно же, чашка кофе. Берем самую красивую чашечку. Я вам всегда... Ну, вы знаете, как я обожаю посуду, красивую, разную, и стараюсь себя периодически... Ой, заусенцы. И стараюсь периодически себя ею радовать, и вам всегда тоже говорю о том, что вот, если нет возможности, да, часто обновлять, вот купите какую-нибудь одну классную, над которой вы прям обалдеть будете, чашечки, и варите в ней себе утром кофе. Мы очень любим кофе Мужиана. Лучший вообще кофе, и мы его и в кондитерскую у нас тоже нашим гостям варим. Так, утро без кофе — это вообще невозможное просто начало дня. Это такие ритуальчики, которые заряжают. Вот под звук и запах этого ты просыпаешься. Это же классно. Ну, все, вкуснейшая. Кстати, чашечка из костяного фарфора настолько прозрачная, что даже видимо, сколько там кофе налито. Итак, берем сливочное масло, намазываем на крекер, туда яблочный джемик и наслаждаемся. И вот так вот я сижу в тишине, без телевизора, без всего вообще, и заряжаюсь на целый день. Ну что, друзья, настало время рассказать вам про нашу аргуновочку. Помните, недавно я вам показывала, в каких руинах тут все находится в магазине, но это не наше дело, да? Опять же, вот, вон там в конце наше счастье, и там всего у нас чудесненько. Рассказываю проинтереснейшую историю. Значит, наш астрономчик, в котором находится наш отдел, находится Аргуновская, дом 4, где, собственно, в октябре, по-моему, позапрошлого года мы взяли отдел. Значит, некий человек взял в аренду астроном. Здесь было вообще все развалено, какой-то там белорусские продукты продавали. Все просто вот развалино-развалино здесь были. И очень интересный такой момент. Лешу каждый раз, когда... А это прямо же здесь у нас, в нашей Шайметьевской, находится. И каждый раз, когда Леша сюда, то на почту мы приходили, то еще какие-то дела, в общем, решать. И каждый раз Леша говорил, это идеальное место для нашей кондитерской, идеальное место. Вот. И представляете, взял некий человек, взял в аренду все это помещение, привел в порядок, взял очень хороший ремонт. То есть тут прям вот, смотрите, красивые потолки, здесь прям шикарная плитка на полу. То есть прям вот от души душевно все сделал. Сюда заехали много-много разных отделов. Кстати, еще вот такой вот момент. Каждый раз, когда кто-то приходил к нам, ну не кто-то, да, а периодически мы получали такие комментарии и негативнейшие просто отзывы, когда люди приезжали к нам в кондитерскую и жаловались на то, что, ну, потом где-то там на Яндексах какие-то гадкие комментарии оставляли отзывы, что якобы нет посадочных мест, я не знаю, что-то там нет обслуживания, нет столов, нет белой скатерсти, нет официантов. Ну, во-первых, мы никогда не говорили, да, что у нас на Аргуновской это прям какое-то какое-то кафе или какой-то ресторан. Вот себе говорили, что у нас кондитерская, да, когда кто-то звонит, периодически пытается стол забронировать, мы объясняем, что у нас маленькая барная стоечка. Сейчас я вам ее покажу. Вот наш отдел и, собственно, вот наша барная стоечка на три посадочных места. Вот так вот у нас здесь супер уютно, супер комфортно. Вот это вот наши десерты, фреш-бар у нас здесь есть, выпечка. Сейчас еще рано, каждый день с 12 до часа мы припозим свежую выпечку, так что это вот то, что у нас со вчерашнего дня осталось по скидке. Вот, так вот, и постоянно вот такие вот мы сообщения получали. Я думаю, господи, ну где я говорила, то, что у нас там какие-то столы обслуживания или что-то такое. Никогда, нигде. Ну вот сейчас, слава богу, у нас появилось такое пространство уже с посадочными местами, так что, надеюсь, никто не будет это в обломе. Итак, ребята, и на протяжении всего времени, в котором мы сидели здесь, у нас достаточно, так скажем, не совсем комфортно было, потому что у нас здесь находили, постоянно были разные-разные всякие соседи, вплоть до шурмы, которая воняла на весь наш гастроном, еще кто-то, еще кто-то. В общем, мы тут вообще из-за всех сил просто старались поддерживать чистоту, порядок, и все это делал в основном Леша за всех просто, да, за все платил, все везде, всех нанимал, все здесь чистилось, мылось, не знаю, травилось и так далее. Вот, ну и в один день человек, который вот это вот все взял, все, короче, побросал, всех кинул и ушел. Все начало разваливаться, разрушиться, короче, вот, и в итоге здесь остались только наш отдел и ребята, которые здесь, ребята, которые здесь продают сигареты. В общем, короче говоря, я не буду вам всех подробностей рассказывать, не тут просто вот столько было всяких конфликтных моментов, столько было всяких непонятных вообще, как, что будет дальше и так далее. Вот, и в итоге те, кто сигаретники, то тут даже уже вплоть до того, что Леша хотел уже весь гастроном под себя против уже сдавать, лишь бы, чтобы наша аргуновочка тут осталась наше отдел. Вот, и, короче говоря, в итоге хозяин сигарет все взял, в общем, сейчас все здесь приведем в порядок, все здесь у нас, новые отделы придут хорошие, порядочные, уже никак вот у нас было, и гастроном снова наш зацветил. Вот, потому что очень обидно бывает, когда гости не знают некоторых нюансов и подробностей, а мы так сильно стараемся, вот, а потом приходят и всякие такие вещи, типа я разочаровалась, это отдел в гастрономии, или фу, у вас развалины, вот недавно тоже какая-то женщина мне написала, у вас какие-то там развалины, руины, ну что мне поделать, ну что мне поделать, бывает такое, ничего страшного, все придем в порядок, и все будет хорошо. Вот, самое главное, что наш сладкий островочек цветет, пахнет, и, как я миллион раз уже говорила, там у нас чистота, порядок и блеск. Вот, на качестве нашей продукции все вот эти передряги, вот эти вот всякие там гастрономовские, ну никак вообще не отразились и не отражаются, и никогда не будут отражаться. Вот, и, соответственно, из этого вытекает следующая тема, когда многие ребята написали, что, блин, ну почему в одном и том же районе, почему практически на одной и той же улице вы открыли вторую кондитерскую, давайте на юг там продвигайтесь еще куда-то. Объясняю, все эти передряги, когда у нас происходили на Аргуновской, мы вообще не были уверены, что мы вообще здесь останемся. А тут у нас 90% гостей, это постоянные наши гости, это те, кого мы уже вот на этом районе всех прикормили, и мы просто не могли их всех бросить и оставить без нас. Каждый день, когда они приходили, вот это вот все здесь видели, они говорили, ребята, ну вы тут останетесь, вы тут же здесь останетесь. Я вам более того скажу, что в основном никто даже из них даже не знает, кто такие вообще Алекс Милана, блогеры там, какие-то не блогеры, вообще ничего этого не знают. То есть они просто приходят с детьми, с мужьями, я не знаю, там, со всеми-со всеми, бабушек, сколько у нас здесь постоянных гостей. Они приходят каждый день, покупают нашу продукцию, несут домой, едят, на всякие праздники, коробочки, ассорти у нас собирают, и бесконечно просто этому счастливы, то, что вот мы здесь есть. Для нас это лучший вообще показатель того, что мы делаем все правильно, это то, что вот почти два года мы здесь, да, полтора, и гостей у нас здесь больше, 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 и постоянники, они так же, постоянно, так же к нам стабильно и ходят. Вот, и поэтому мы не могли их никак оставить, бросить без нас, поэтому Александр Анатольевич быстренько поцелуетился, и мы нашли очень хорошее помещение вот на Звездном бульваре, и сразу его взяли, начали там делать ремонт как раз с такой целью, что если вдруг что-то непонятное у нас здесь случится с Аргурном, сказать, что у меня со Светом, вот, вот, то у нас останется вот Звездный, куда всех наших гостей мы пригласим. Короче говоря, вот так. Ну, вот так вот, в общем, у нас. Вот ребята здесь у нас продают сигареты, у них тоже, видите, все тут чистенько, культурненько, цивизненько. Вот наши гости, Аня. Вот мы здесь у нас еще есть планы, в общем, организовать фрешбар, в общем, пока я не знаю, как все это мы сделаем, так что мы тут еще развиваемся, у нас тут еще больше будет территорий, потому что раньше у нас вот только бар был, сейчас мы еще вот эту территорию взяли, тут будем все облагораживать. А, выделители, как раз мы с тобой книжки всякие читаем. Ой, сахарный, сахарный, красивый. Надеюсь, с сахаром внутри? Ну, вообще, я думаю, что у вас сахар больше, чем у всех остальных. Леша, что ли, прозвоните? Ну, ждем килограмм. Вообще, если надо, мы сейчас организуем. Друзья, прошла я в студию, приехала. Что-то у меня так голова разболелась, аж вот такая вот она стала. Ну, неудивительно, что на улице творится. Сейчас я вам еще раз это продемонстрирую. Просто обалдеть. А еще где-то я... Кстати, у меня голова... Как там пришел? Никита. У меня голова вся мокрая, потому что снег мало того, что просто нереально, вот такие хлопья, они еще липкие такие, мокрые, на голову падая, сразу башка мокрой становится. Короче говоря, что я хотела сказать? Потеряла мыслью. В общем, мне так захотелось чечевичного супа. Я пришла, говорю, Урмила, Жан, есть у нас чечевица? Она говорит, есть. Короче, взяла чечевицу. Сейчас буду делать на всех чечевичный супчик. В такую погоду только и есть суп, смотрите. Представляете? Ну, как такое вообще? Здесь у меня кипит водичка. Здесь сейчас я буду нарезать картошку, помидорку. Так, здесь у меня бардак и чечевица. Я ее на 3 секунды замочила в холодной воде, чтобы просто промыть ее. А она, смотрите, какая стала. Какая-то непонятная стала. Ну, посветлела. Короче говоря, поехали. Пару лаврушек кину в воду. Лоша. Леша на лаврушку говорит Лаврентий Павлович. Короче, кидаем Лаврентия прямо в водичку, пускай она там кипит. Еще, кстати, фокус один. Я делаю на обычном просто воде, никакой это там не бульон, ничего. Но если я добавляю туда немножко приправы для курицы, то очень ароматный бульончик становится. Так что, так, что делаем? Нужно нарезать мелким кубиком картошку. Нарезаем картошку, нарезаем лучок. Ой, про морковку забыла. Буду я яичко класть или нет? Сейчас посмотрим, короче. Все это мелко. Делаем пассеровочку в кастрюльку, варим и наслаждаемся. Очень быстро, друзья. Через 20 минут супчик у нас будет готов. Так, картошку в кипящую воду кинула. Сюда же чечевичку отправляем. Так, теперь мелко нарезаем лук, морковку. Сюда же помидорчик. Все это обжариваем и потом закидываем на чечевицу. Будет вкусно. Да, там и принеси, да, мне, пожалуйста, морковку, одну штуку, средненькую. Да, да. Кто хочет есть, пускай морковку тащит, правильно? А есть, хотят и будут все. Итак, ребята, посмотрите, мелко нарезала лук, морковку, помидор. Расценика вот до таких прям уголечков обжариваю. Две морковки оказались, мне кажется, лишними. Так, здесь уже посолила, поперчила. Ну, чуть моя желтая стала. Штатива нет, оператора нет. Как вам показывать? Меня отдоха больше, чем я. Все, ребята, у меня тут уже все готово. Реально несколько минут, и все, все готово. Поэтому, когда хотите, чтобы супчик быстренько приготовился, все прям миленько нужно нарезать. Сейчас я вам покажу. Он тоже не оранжевый. Не знаю, что с моей чечевичкой, но очень аппетитный. Все, друзья, за несколько минут мы такой вкусный супчик приготовили. Алеша любит, когда такая очень плотная консистенция бывает. Баланда, как она говорит. Похлебочка. Вот. Я люблю более жидкий. Но вот это вот именно чечевичное. Он вкусный, когда он вот такой вот густой бывает, наваристый. И опять с этого, со своего любимого ракурса, у меня большая-большая крутая новость. Настя, хорошо-то как, которую вы наблюдали из-за самых первых дней наших видео, приехала к нам в гости. Настя, значит, недавно совсем переехала в Калининград жить. И вот на днях прилетела, и к нам приехала. В общем, это очень прям большое счастье, радость. Мы тут у нас накрыли стол, сейчас будем вместе обедать. Не знаю, удаст ли мне вам что-то показать или нет. Сегодня еще воскресенье, здесь очень много у нас гостей, людей. Я как-то всего этого прям стесняюсь. Я не знаю, мы тут себе организовали какой-то столик. Сейчас попробуем, в общем, как-то провести всем вместе время. Друзья, я опять притащилась на Звездный, и опять... У меня так волосы быстро растут. Совсем недавно же я ей же стрижку сделала, вам показывала. Вот так вот было. Уже смотрите, сколько выросло. Короче, я сегодня такая какая-то вялая, уставшая, без настроения. А, между прочим, между прочим, я вам... Тот кадр заканчивается на том, что я вам сказала, что приехала моя Настя. И я думала, что хотя бы чуть-чуть я вам поснимаю. Но вообще нам не до этого было, потому что мы весь вечер просто проболтали. Я забыла даже вообще телефон в руки взять. У меня там миллиард неотвеченных было вызовов. И, естественно, даже ничего я не сняла. Поэтому я вам просто рассказала вступление, что приехала Настя, с которой мы столь лет уже не виделись. Потому что она в Калининград переехала. Только по вотсапочку мы с ней связываемся. Вот, и все. И на этом видео исчезло. Потом у меня был единственный выходной, когда мы хотели с Лёшей поехать в Третьяковскую галерею. Я всем там в Инстаграм жаловалась, что в итоге никуда не пошли. Потому что ему пришлось сорваться, ехать на работу. А я чем занималась? Я дома делала, генеральную уборку. Короче, ребята, я вообще на самом деле люблю такие видео, вот, когда некоторых смотришь, и они там показывают, как они убирать. Я сразу так вдохновляюсь. тоже беру тряпу. Мне хочется сразу всё там помыть везде. Вот. И, короче, у меня, в принципе, так и произошло. Лахматые, как всегда, будрявые. Какая-то тётка мне написала, что я неухоженная, и что продавщицы в каких-то там точках, в каких-то рыночных точках выглядит ухоженнее, чем я. Это очень смешно. Короче, ребята, и этот... В общем, убралась-убралась, что весь день. Сегодня какая-то такая погода такая, знаете, не солнца, нет ничего. Вялая, дохлая я. В общем, сил, энергии вообще нет. Вот. Но нам позвонили с багетом глистерской, сказали, что наши полотна все уже обагетили, и мы поехали с Лёшей их забрали. Ребята, красота просто невероятная. Я вам сейчас покажу. Представляете, мы зашли туда, пока с Лёшей другие картины смотрели. Я смотрю, вот эта женщина, которая там работает, идёт с какой-то картиной в руке, и я ей говорю... И это моя первая реакция была. Я ей хотела сказать, какая красивая картина. А это, представляете, не картина была, а это было наше полотно, вот это с Эрмитажей, которое она, собственно, нанесла. Это очень красиво. Смотрите, какая красота. Я сейчас пойду в зале снимать. Смотрите. Вот, и сейчас покажу вам мою прям, мою любовь вселенскую. Это же нереально просто красиво. Обожаю. Смотрите, как будто это настоящая картина, да? А не полотно. Там у нас есть ещё настоящая, сейчас я вам покажу, которую мы вот купили. Точку сделать? Надо... А можно этим? Держи, держи. Держи, держи. Держи, держи. Держи, держи, держи. Другой стороны. Померить. Чтобы четко было. Короче, там у нас... Там у нас будут маки наши висеть. Туда повесим маки. Это вот этот... А, нет, это не московский дворик. Вот московский дворик. Но мы его уже в багете покупали. Так, и вот эту вот ещё картину мы там купили. Это прям настоящая картина, рисованная. Красиво. Ваза нежная очень. Туда тоже повесим. И вот это, помните, я вам говорила, моё любимое полотно, которое... Какие невероятно сделанные. Вот тут вот мужик курит, солнце рассветное, сверху бьёт. Шедевр просто. Свети на этого барашка. Очень красиво. Ну зачем? Мне кажется, в кондитерской должно быть всё поднадо. Нет, нет. Ну хотя бы как вон там. Ага. Хотя бы как вон там. Там, 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 по-другому, там, по-другому. Нет, 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 нет. Ровно, не очень. Ааа... Вот так, стоп, ага. Я не говорю обычные, да? В общем, ребят, такая красота получилась. На самом деле... Короче, здесь у нас ещё диванчик будет. И на самом деле выглядит немножко как будто голо, но в реальности намного интереснее. И если вот поближе ещё поснимать, вот там вот это всё у нас выглядит. Вот, но повторюсь, здесь ещё закроется пространство дивана. Вот сюда ещё картину повесим. Тут ещё доработочки будут. Ещё вот эти вот, которые мы купили, вставим в ней зеркала. И вон туда будем вешать, туда, вон туда. Прикольно мочим будет. Вот, чтобы понимали, что это ещё не окончательный вариант. Ещё будет тут всё доделываться, довешиваться, диван будет ставиться. Короче, тут ещё дел у нас полным-полно. Традиционно буду заканчивать этот вложик в туалете. Вот, друзья. Короче говоря, вот так потихонечку работаем. Открыты. Приходите к нам в гости. Вот, ещё раз сто тысячный раз скажу, что не всё доведено до идеала. Всё ещё будет доделываться. Потому что, как мы говорим, у нас ещё такое пока что тестовое открытие. Мы прислушиваемся к гостям, присматриваемся. Вот тут у нас ещё консолька будет для сумочек. Ещё будут цветы в горшках стоять, диванчик. Картины ещё будем докупать. В общем, много-много ещё чего у нас будет доделываться. Что-то, может быть, вообще ещё, возможно, будет переделываться. Потому что, так как мы не первый раз это всё делаем, мы знаем то, что это такая вещь, что мы всегда руку на пульте держим и всегда пытаемся почувствовать, как удобно, как неудобно. И максимально гибки бываем к изменениям, потому что понимаем, что всё может ещё измениться. Всё можем ещё изменить. Вот. Такие вот дела, ребята. Как я сказала, сегодня я такая дохлая, какая-то мало у меня энергии. Пойду сейчас включу компьютер, буду сидеть на Звёздном, за столиком, пить чай. Чай хочу с лимоном попить. И делать заказы. Нужно заказать продукты в цех. В общем, какие-то там расходники нужно заказать. Так что пойду всем этим заниматься. А, и, конечно же, ещё и этот вложечек монтировать. Так что немножко... Люблю я, короче, на Звёздном проводить времечко, сидеть где-нибудь у окошка или сидеть где-то там за столиком, типа я в гости, вот, и заниматься там какими-то своими компьютерными, такими административными делишками. Целую вас, ребята, обнимаю. Всего вам самого-самого хорошего, прекрасного. Пускай у нас с вами всё будет хорошо. Пускай всё будет хорошо у нас. Всех обнимаю. Целую. И до новых встреч в новых видео. Ещё хотела такую вещь договорить, сказать, что я, представляете, на днях мне, короче, жутко вообще не спалось, и у меня такая мысль в голове была. Я думаю, ну вот как я в начале своих, в первых вложиках вам говорила, что у меня какое-то такое ощущение, как будто я какой-то ерундой занимаюсь, бегаю везде с телефона. Да и вообще я ищу тот блогер, вечно всё самое интересное профукиваю, а включаю редко вообще телефон. Включала бы чаще, было бы на самом деле намного интереснее. Вот. И ложилась спать с мыслью о том, что какая-то может вообще завязывать уже. А то я достаточно закрытый, такой скрытый человек, а тут слишком много я обнажаю, слишком много я показываю наружу каких-то там эмоций, каких-то дел. И думала, ну всё, короче, надо это пойти в студию. И, ну понятно, что я сейчас не снимала студийных съёмок, было мало, потому что вообще сильно занята была. Беготнёй туда-сюда снимала на телефон, в телефоне монтировала, с него же выставляла. Так было намного проще. Потому что не то с камеры, что ли. Вот. И, короче говоря, с этой мыслью, что какой-то ерундой я занималась, я легла спать. А утром проснулась, пока там расходилась, то-сё, пошла читать комментарии в Ютубе и увидела вот это вот сообщение. Короче, моё сердце просто... Ну, конечно, я таких подобных сообщений очень много получаю, особенно в личку, да, в Инстаграм вы мне в Директ пишите. Но когда я это прочитала, у меня первая мысль моя... Я же во всём знаке всегда вижу. Для меня всё имеет энергию, для меня всё имеют знаки. И я подумала, а какое я имею право, если такие вещи мне люди пишут? Какое я вообще имею право останавливаться и перестать это делать? Мне кажется, вообще никакого. Когда ты уже, знаете, ну, как бы громко это не звучало, там, артист, да, что-то такое делаешь. И когда людей уже к чему-то ты приучаешь, грубо говоря, кого-то ты не имеешь права остановиться. Конечно, имеешь, да, ты личность, и ты можешь делать что угодно, но ты столько даришь, столько эмоций, когда даёшь людям, тебе вот так вот об этом пишут. Короче говоря, вложиком быть. Ну, не знаю, они, конечно, вот какая я там, да, всегда вот разная, может быть, так вот они и будут. Всё, ребята, целую, обнимаю. Теперь уж точно пойду монтировать это видео, заказывать свои расходчики. Пока-пока, приходите к нам в гости.